Всем привет! С вами снова Илья. Это обзор прогноза критовалютного рынка на 8 октября. Биткоиндоминация 44,5%. Сам BTC сейчас все так же возле 55 тысяч торгуется. Альты. Динамика смешанная, но есть, на мой взгляд, интересные идеи, которые в обозримом будущем могут показать неплохую динамику, неплохую положительную динамику. Сегодня мы их рассмотрим. Также сегодня еще и совершим сделку. Сделку по эфир-классику, которую я заранее здесь подготовил, но об этом чуть позже. Итак, давайте начинать с биткоином. Посмотрим сначала очень краткосрочный график, потому что если мы посмотрим слишком широкий таймфрейм, то будет иллюзия, что вообще ничего не поменялось, потому что цена фактически у нас двигается во флете. Но давайте посмотрим, какой это именно флэт, чего ожидать и т.д. Итак, значит, с момента вчерашнего обзора у нас сначала BTC немного упал, незначительно, но 53 тысячи 600 долларов сейчас выступает новой зоной поддержки. И вообще сам BTC сейчас находится в рамках флета. Вот есть попытки выхода из этого флета сейчас. Об этом чуть позже. Значит, у него верхняя граница где-то 54 600, нижняя 53 600. То есть флэт где-то порядка 1000 долларов здесь шириной. Сейчас мы видим, что предпринимается попытка выхода из этого флета. Более того, здесь еще было что-то похожее на треугольник. То есть фактически у нас и одну и вторую линию здесь цена прошла. Есть вероятность, что этот флэт будет нарушен. В этом случае я предполагаю, что у нас цена подойдет примерно 55 600. То есть уже к вот этому максимуму и сформирует, возможно, более широкий флэт. То есть пока цена, на мой взгляд, из этого флета выходить не планирует. И это определенный шанс для целого ряда альткоинов, которые могут сейчас поочередно, в общем-то, подрастать. Пока что, если взглянуть в целом на рынок, то мы видим положительную динамику только в основном у монет низкой капитализации. Низкой, ну или такой, средней капитализации, тогда как высококапитализированные монеты, они сейчас практически не реагируют. Поэтому вот такой вот текущий флэт, если он продолжится чуть подольше, возможно, даже с верхней границы переместится эта граница на 55 600, это даст возможность многим альтам. А что касается таких более среднесрочных и долгосрочных перспектив, я здесь особо, на самом деле, не меняю пока что свою точку зрения. Мне кажется, что на таком среднесрочном горизонте уже очень сильно вырос 50, очень сильно даже не в том плане, что это какой-то предел его роста, а в том плане, что бескоррекционное движение, оно имеет, как бы, такой накопительный эффект. Это накопительный эффект, прежде всего, открытого интереса лонг-позиции, потому что на этом росте, там, все открываются в лонг, здесь все открываются в лонг, то есть лонги-лонги растут, 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 растут. А в итоге мы не видим даже практически ни одного сквиза этих самых лонг-позиций. Один такой мини был вот здесь, когда мы за нижнюю границу плета выходили, но в остальном за, там, 13, ну, 15, наверное, тысяч, точнее, роста, мы не увидели практически, в общем-то, ни одного выбивания этих самых лонг-позиций. В связи с чем, есть основания предполагать, что такой лонг-сквиз, что по-русски просто падение, я думаю, что в пределах, вообще, там, где-то 50% от объема импульса может быть уже в обозримом будущем. Опять же, я ни в коем случае на этом не настаиваю, потому что это не, ну, вот, как бы, эти догадки не являются основанием, там, явно для открытия шорт-позиций. Основания для закрытия каких-то лонгов, они, безусловно, здесь есть, прежде всего, там, и цель клина была достигнута, то есть сокращение позиций здесь допускается. Оснований для шорт-позиций пока нет, потому что каких-то явных признаков разворота, вот, прям, железобетонных, типа, разворотных фигур, там, и так далее, их здесь сейчас не наблюдается. Но есть высокий рост и есть статистические данные, которые дают основания предполагать, что такое импульсное движение, оно может быть очень серьезно скорректировано, вплоть до 50% роста. 50% роста это коррекция где-то до 49-50 тысяч долларов, то есть достаточно много, поэтому здесь максимально аккуратно. Я думаю, что можно сосредоточиться также на краткосрочных сделках, вот, например, попробовать, возможно, взять ложный пробой, то есть если сейчас цена снова зайдет обратно в боковой диапазон, вполне вероятно, что она пойдет вниз, бить там 53-600, то есть можно попробовать такую локальную сделку совершить. Также локальную сделку на перебой вот этого уровня, уже ложного, тоже попробовать открыть и придумать лонг-позицию и так далее. То есть сосредоточиться на таких локальных сделках, на небольших временных промежутках, а там уже будет видно, то есть какие-то лонги, вот, прям, такие целенаправленные, мне кажется, только после коррекционного движения. Ну, я могу ошибаться. Итак, давайте перейдем, значит, еще к сделке. Я вам обещал, что сегодня мы совершим сделку. Для этого я буду использовать сервис TradeMate. Это торговый терминал, фактически, плюс дополнительный сервис подписки на сигналы. Значит, почему через него, а не через Binance? Ну, ответ простой, здесь удобнее и, во-вторых, проще. С функционалом здесь можно все прямо на графике переместить и впоследствии такую сделку открыть. Для этого я буду использовать счет учебный, который я обычно на курсе использую, когда свой провожу. На нем сейчас 10400 долларов и давайте попробуем, в общем-то, что-то придумать. Я уже, естественно, заранее подготовился и нашел интересную пару. Мы будем сегодня отрабатывать идею по эфир-классику, которая у нас здесь была ранее. Так, выбираем наш счет и выбираем. Будем совершать, кстати, сделку на фьючерсах. Я много раз уже об этом говорил, что спот-рынок, на мой взгляд, предназначен чисто для инвестиционной деятельности, когда вы что-то набираете в долгую и можете там смотреть статистику по вашему портфелю. А фьючерсный рынок – это однозначный рынок для трейдинга за счет более низких комиссий, за счет более гибких возможностей по лонгшот-позициям, по плечам и так далее. Не надо там ничего занимать, переходить и т.д. У вас весь функционал доступен просто по двум кнопкам. Вот, значит, что у нас по эфир-классику? Давайте здесь немного сначала на этом остановлюсь. Во-первых, я выберу минимальное плечо, точнее вообще без плеча и буду использовать кросс, потому что у меня будет стоп-лосс. Во-вторых, значит, что касается сделки. Я уже вчера говорил, что мне нравится здесь, в принципе, сетап, здесь такое боковое движение с попыткой прохода чуть выше, но я бы чуть-чуть еще дождался небольшой коррекции. То есть, сначала небольшого падения и после этого, в общем-то, я бы уже забирал. При этом, мне нравится здесь несколько целей. Цели по верхней границе нового диапазона, то есть, мы будем брать на ложном перебое вот этого вот уровня. По верхней границе нового диапазона, по середине вот этого диапазона и по верху этого диапазона. И давайте сейчас попробуем такую сделку открыть. Так, значит, по размеру ордера. Не буду вдаваться в подробности риск-менеджмента, я просто открою ее на 5% от доступного капитала, чтобы, в принципе, все сделать достаточно просто. Итак, значит, давайте посмотрим, что у нас по входу. Я не хочу заходить по цене рынка, как я уже сказал. Я, наверное, здесь откроюсь чуть пониже, вот на этом вот low. И удобно все двигать, не надо ничего думать, считать, вписывать. Так, значит, открываем. Давайте теперь посмотрим по поводу стоп-лосса. Начинаем мы всегда с рисков. Значит, стоп. Ну, смотрите. Вообще, стоп здесь не нужно ставить слишком большой, то есть, однозначно, его не нужно прятать за этими уровнями куда-то далеко. Наша задача выйти здесь из сделки максимально быстро, если этот боковой диапазон, он пробивается вниз. То есть, если мы видим, что он, как бы, реализован вниз, то это накопление, оно пойдет дальше и выбьет наши самые даже далекие стопы. Поэтому я бы сказал, что где-то уровень 48.50 здесь вполне подходит. То есть, мы сразу закладываем какие-то ложные пробои, которые здесь могут возникнуть. 48.50, 48.20. Вот примерно такой диапазон мне в рамках стопов нравится. По поводу тейка. Тейк значится у нас 1, нас не устраивает, поэтому давайте добавим еще 2. Здесь основной 50-процентный тейк здесь можно изменить, то есть, в любом случае, но 50% это меня вполне устраивает. То есть, 50% сделки это верхняя граница диапазона, то есть, мы просто как будто бы проторгуем внутри диапазона. 30%, как я уже говорил, я поставлю на середину вот этого вот следующей зоны накопления и поверху зоны накопления, это, на мой взгляд, тоже сильный уровень. В итоге мы видим, что у нас по профитам 8, 12, 17% и стоп-лосс всего лишь 4,5%. То есть, даже по основным таким базовым прикидкам у нас соотношение прибыли к рискам здесь получается очень хорошее. Здесь также, кстати, можно поставить и трейлинги. Кому интересно, можете про них прочитать. Здесь есть база знаний. Да, вот в разделе помощь у вас есть база знаний, и вы там можете подробно прочитать про это все. Но сейчас самые базовые инструменты. Вот, таким образом, на мой взгляд, должна выглядеть сделка стоп-цена покупки, стоп-лосс и профиты 3 штуки. Итак, давайте создадим нашу сделку. Наша задача создана, она здесь будет в разделе открытый, вот по эфир классику. И мы можем в любой момент на нее посмотреть, возможно, что-то отменить, дописать комментарий и так далее. В итоге, тоже удобно вести по дневнику сделок. Вот, ну и также на сервисе есть здесь подписка на различных трейдеров, на роботов. Вы можете посмотреть, ознакомиться со статистикой, и кто, например, сам не хочет ничего делать, пожалуйста. Итак, вот, ссылку я оставлю в описании, поэтому, пожалуйста, здесь также есть брокерская программа. Они являются официальными партнерами Binance. Давайте посмотрим на следующее, значит, идея. Следующая идея у нас по эфиру обычному. Здесь даже не идея, точнее, а пока что просто оценивающим взглядом по нему пройдемся. Вот, наклонный боковой диапазон. Наклонный боковой, это тупо я сказал. Наклонный канал у нас здесь. Мы видим, что есть такой более базовый и более узкий канал, и более широкий вместе с тем. Мне кажется, что здесь как раз таки до сих пор это все дело выглядит привлекательно. И с учетом того, что это еще и консолидируется возле верхней границы, я думаю, что на определенных временных интервалах это выглядит пока что интересно. Вот, значит, здесь я бы сформировал идею, наверное, или пробойную на пробой верхней границы. И даже уровень здесь где-то 3650, наверное. И пробой такое может продлиться достаточно существенно. В том числе мы можем закладывать и ширину диапазона около 300 долларов, или более узкую ширину диапазона там в размере 100 долларов. То есть, в принципе, такие идеи есть. Также идея мне нравится на возврате уже к нижней границе диапазона. Она более безопасная и при этом, скажем так, по хорошей цене. То есть, на возврате к нижней границе диапазона возьмем, и у нас здесь появляются две дополнительные цели. Середина диапазона, вверх диапазона и пробой диапазона. Поэтому тоже мне кажется, что это может быть интересной идеей. Так, ну эфир классик мы уже рассматривали. Вот как это выглядит на более крупном графике. То есть, видите, боковой диапазон прямо перед уровнем. И похожая ситуация, например, есть по карданам. Обратите внимание, то есть, мы уже смотрим довольно большое количество монет с высокой капитализацией, и практически никакие из них не были затронуты сильными там пампами. Тогда как мы, например, вчера рассматривали FT, фантом. И там, например, она еще сильнее выросла. То есть, такие монеты, невысокая капитализация, они сейчас практически одна за другим, одна за другой начинают стрелять. А вот крупные капитализации пока стоят на месте. И к этим же монетам относится кардана. Кардана, кстати, выглядит неплохо. Помимо того, что он здесь консолидируется возле уровня, он еще и формирует что-то похожее на поджатие этого уровня. Если мы проигнорируем вот этот вот выброс, то мы увидим, что у нас есть уровень сопротивления 2 и 3, и цена к нему приближается, при этом формируя последовательно восходящие максимумы. Сейчас поджатие работает значительно хуже, чем это было в начале года. Если вы меня давно смотрите, то вы помните, что в начале года практически 100% поджатия не отрабатывались. Когда цена приближалась к уровню, когда цена и поджимала этот уровень, то мы практически гарантированно могли заключать, что цена этот уровень будет пробивать в сторону поджатия и проходить как минимум на высоту фигуры и, возможно, даже больше. Сейчас они отрабатываются реже, но до сих пор ожидания положительные. Поэтому тут высота где-то около 30-40 центов. Ну, а ниже 2,5 и 2,6-2,7 доллара. То есть, вот примерно такие цели здесь у нас были уже установлены. И мы видим, что цена дальше возле этого уровня накапливается. То есть, монета пока еще вообще никакой динамики здесь не продемонстрировала. И это же как раз и вызывает у нас интерес. Так, ну и следующая монета. Монета из помойки. Это монета у нас ПНТ. Как раз с невысокой капитализацией. И что интересно, у нас, не скажу, что красивая прям на 100% формация, на 100% красивый сетап, но интересненько. То же самое примерно, что по кардану. Есть очень сильный уровень, примерно единица. И вокруг него плюс-минус там 2-3 цента. Цена сначала формировала широкий диапазон, после этого вышла на более узкий диапазон, но все так же с одной и той же верхней границей. То есть, фактически покупатели... Были у нас покупатели здесь. И такие покупатели в какой-то момент решили. Так, готовы даже покупать еще дороже. Но самое главное, позицию добрать. И это может означать, что впоследствии эта цена, около доллара, она будет выбита. Целями, мне кажется, 1.22 и 1.37 здесь могут выступить. Это и близко к ширине диапазона. 1-2 ширины диапазона. Это, в принципе, один из стандартных вариантов продвижения цены. И есть также возможность выйти и за более широкий диапазон. Но это, наверное, уже потом. Я бы сказал, что 80% позиций здесь однозначно. Это уже до 1.37, возможно, даже до 1.22 здесь следует фиксировать. Вот, ну, в принципе, тоже интересный сетап. Не скажу, что шикарный и предел мечтаний. Но он неплохой. Вот, примерно так. Это, что касается рынка на текущий момент времени. Что касается сделок. Сейчас намек на выход из диапазона и продвижение к 55.600. Пока что только есть. Но аккуратно, возможно, этот боковой диапазон продлится еще немало. Вот, я на этом с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте за то, что вы не готовы потерять. Также всегда формируйте несколько альтернативных точек зрения. Своё торговое решение принимайте самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Продолжение следует...